Итак, сегодня мы с вами завершаем наши путешествия в мир библиографических описаний и ссылок. И последнее, что у нас осталось, это оформление источников на иностранных языках. Это книги отечественных авторов. На этом примере мы сегодня и будем рассматривать составление библиографических описаний, но немножко все-таки приближено к нам, более понятно. И книги иностранных авторов, на иностранных языках. И часто мы сталкиваемся с вопросом, а как же быть здесь? Три вопроса, которые у нас сегодня будут. Это списки, как оформить для списка источников к письменным работам эти книги и статьи. И второй вопрос. Рассмотрим, какие есть особенности при оформлении референсис для статей. Здесь рассмотрим этот вариант, когда русскоязычный источник нам нужно для референсис перевести на иностранный язык, по каким схемам это делается, как они туда включаются. Были у нас отдельные вебинары, чисто по оформлению референсис. Там мы более подробно эти вопросы рассматривали. Можно будет посмотреть в записи. А сегодня мы просто вспомним, как это делается, общая схема. Ну и про международные стандарты оформления. Их достаточно много. Все запомнить невозможно. Это по каждому отдельному стандарту нужно проводить отдельный вебинар. Поэтому мы чаще всего пользуемся различными генераторами, сервисами для оформления вот таких вот ссылок. И самые популярные я вам тоже в конце покажу, чем можно пользоваться, что нам может помочь. И вот как раз по третьему вопросу я вам этот материал дам. И ссылки, там два файлика у нас будет, презентация и ссылки. И переходим к нашей непосредственной теме. Что нам понадобится. На самом деле делать такие описания не очень сложно. Но так как ссылки мы чаще всего как оформляем. Да, мы же с вами уже говорили, что и ссылки, и библиографические описания, они строятся на одном и том же строительном материале. Из одного и того же строительного материала мы создаем либо библиографическое описание, либо ссылку. Ссылка чуть попроще, потому что меньше данных мы включаем. И небольшие различия есть. В ссылках чаще всего знак точка-тере заменяется на знак точка. И меньше элементов мы туда включаем. Поэтому это попроще. Если у нас есть уже готовое описание для списка источников, то сделать из него ссылку не намного сложнее. Гораздо проще, скажем так. Чем делать ее заново. И все равно и то, и другое нам придется оформлять. Поэтому сначала делаем описание, а из него уже делаем ссылку. Поэтому мы про описание сегодня тоже поговорим. И что нам понадобится, если источник на иностранном языке, нам нужно включать в список для письменных работ, а потом из него делать ссылку. Вот самые основные моменты, которые здесь важно помнить. Они делаются по тем же правилам, что и обычные библиографические описания или оформление ссылок. То есть те два наших ГОСТа, которые мы подробно рассматривали по библиографическим описаниям 2018 года и по оформлению ссылок 2008 года. И вот когда будет принят уже окончательный проект, уже вступит в действие оформление ссылок на электронные документы 2021, то по нему, его тоже будем задействовать. Самое главное, что нам здесь точно пригодится. Знаки предписанной пунктуации остаются ровно те же самые. Для библиографических описаний точка тире в ссылках чаще всего он изменяется на точку. И для описания составной части ресурса, если у нас такова имеется, две косые черты не забываем. Схема следования областей. Вот как мы ее с вами рассматривали на нашем первом октябрьском вебинаре. Вот ровно эта же схема остается и для источников на иностранных языках. Мы сейчас говорим до референсис, до второго вопроса. Мы сейчас говорим только о тех источниках, которые мы вставляем, зарубежные источники, или на иностранных языках, но которые мы вставляем в списки наших работ. Курсовых, дипломных, ВКР и прочее. Вот ровно то же самое следование областей, соответственно, элементов внутри этих областей. Мы это подробно на первом вебинаре в октябре разбирали. В конце будет слайд, там я все ссылки на записи наших вебинаров вам привела. Можно будет по ним сориентироваться и посмотреть, если что-то забыли. Все остается ровно то же самое. Что еще нам пригодится? При любом, особенно для третьего вопроса, когда мы составляем расширенное и краткое описание, вернее, пользуемся какими-то сервисами и генераторами, важно помнить, что у нас есть расширенное, есть краткое описание, и какие элементы, чем они отличаются, какие элементы туда входят, какие области, элементы туда включаются чаще всего. Вот примерный вариант, чем они отличаются друг от друга, где у нас что-то ушло. Ну да, вот здесь у нас из сведений об ответственности ушли вторые сведения об ответственности, последующие сведения об ответственности остались только первые. Да, у нас получилось краткое описание. Вот сразу вам информацию по сервисам и генераторам. Чаще всего они ориентируются на краткие описания или даже сверх краткие, когда даже ИСБНа нет. Поэтому наши требования методические или рекомендации или требования к оформлению могут отличаться от того результата, который вы получите с помощью какой-то автоматизированной системы. И для того, чтобы восполнить недостающие данные, сделать в соответствии с теми требованиями, которые нам предъявляются образовательной организацией либо каким-то научным изданием, куда мы готовим свои статьи и работы. Вот нам как раз схема следования областей и может помочь. Чего, куда вписать, если у нас не хватает. По готовому варианту. А форматировать все равно приходится. И помним, что и тот, и другой вариант у нас может присутствовать. То есть по-разному можно делать библиографические описания. Что еще важно нам? Заголовок и сведения об ответственности. Сколько кого записываем по новому ГОСТу. Я вижу, что у нас есть участники из стран ближнего зарубежья. Вы ориентируйтесь на ГОСТ 2003. Вот это тоже я вам сюда привела. Ну и заголовок помним. Если мы оформляем библиографическое описание, то в заголовке только один автор. Есть ли у нас их всего в источнике 1, 2 или 3? Есть ли 4 и более авторов? Делаем описание под заглавием. Все авторы у нас уходят вот сюда за косую черту. И вот как их указать? Вот здесь у нас подсказка такая есть. В ссылках мы указываем, если у нас 3 автора, мы указываем всех. Сголовок. Вот такое отличие. Помним, да, у нас было. И еще нам пригодится вот эта табличка, напоминалка про область вида содержания, средства доступа, которые мы прописываем для печатных изданий, для электронных. Ну, в списках, если основной массив у нас состоит из печатных изданий, мы вот это не пишем, но электронные мы тогда, правила меньшинства, да. Для меньшинства мы вот эту область обязательно указываем. Ну, и помним, на прошлом вебинаре мы с вами смотрели мультимедийные различные ресурсы, как их описывать. И вот здесь можно заменять. Да, если их 3 и больше, заменяем на что? Разные виды содержания. Да, а электронные также дописываем. Ну, и если какой-то новой технологии появилась, мы ссылаемся на этот источник. И у нас нет в образцах, примерах и в гости не прописано. Тогда пишем другой вид содержания. Или там, да, ну, а средство доступа у нас уже останется тоже самое электронное, непосредственно. И еще важная вещь. Раз уж мы говорим про источники на иностранных языках, в гости приведены вот эти сокращения. Удобнее их делать в виде таблички. Ну, вот можно заскриншотить себе, либо потом посмотрите, либо из ГОСТа просто самим себе сделать, например, вот некое подобие такой таблички. Тоже очень значительно сокращает время на составление описания, когда нам нужно указать тон, нужно указать номер, либо какие-то сокращения и дыры, да, в квадратных скобочках. По-русски-то мы не задумываясь напишем, а вот как это правильно написать? На иностранном языке, а на лати, если у нас идет источник, тогда используется латиница. И вот такую табличку сокращения, я вам просто из ГОСТа выбрала все, что есть, и это еще не все. У нас вторая будет по электронным ресурсам. Какие там сокращения можно применять или использовать. Тоже по двум ГОСТам собрали и еще что-то сами, до чего-то сами дошли, тоже туда включили, да, по разным источникам. Ну, вот такая вот шпаргалка-подсказка, хорошо ее иметь при себе. И если составлять методические рекомендации для студентов, сразу вот такую шпаргалочку, чтобы потом в описание уже было легче вставлять. И сразу посмотрим на примере. И по языкам. Да, вот с языками бывают вопросы. На каком языке делать библиографическое описание? Ну, вот у нас пример библиографического описания печатной электронной книги из ЭБС. Вот здесь такая смесь перцев, то есть языков. Что-то на английском, что-то написано на русском. Правильно ли у нас сделано или неправильно? Первый пример для печатной версии, второй пример для электронной книги. Коллеги, правильно ли у нас здесь сделано или неправильно? Ваше мнение напишите в чат. Да, все ли у нас здесь верно или так нельзя делать? А, и тишина в эфире. Значок огонек, это что значит? Это можно или нельзя? Верно. Ага, мнения разделились. Неправильно только один язык. Нет, верно. Альбина Захарова не совсем поняла. Вера Кузнецова. Верно. Нельзя. Ага, нельзя, нельзя. Во, все, пошло разделение мнений. Значит, смотрите, что нам говорит по этому поводу ГОСТа. Сразу на заметку берите себе пункт 4.8 ГОСТа 2018. Вот там много, как раз он разбирает вопросы, связанные с библиографическим описанием, на каком языке делать и как его приводить. Да, один язык должен быть. Вот смотрите, пункт 4.8. Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных сведений ресурса. То есть мы открываем оборот титульного листа и смотрим, на каком языке приведены выходные сведения этого ресурса. Отдельные элементы в описании могут быть приведены на государственном языке Российской Федерации или на официальном или государственном языке субъекта РФ, в котором находится библиографирующая организация. То есть смотрите, что нам этот пункт говорит. А он разрешает такую вещь. То есть отдельные элементы в описании могут быть приведены на государственном языке, раз мы находимся в Российской Федерации, или на официальном или государственном языке или языках субъектов Российской Федерации, где находится наша организация. То есть такой вариант пунктом 4.8 допускается. И опять же, видите, ГОСТ, как мы уже говорили, это рекомендательная вещь. Как правило, то есть сказать, что нет, так категорически нельзя, отошли от правил, но не запрещено. Библиографическое описание в целом можно, но, Виктория, можно, но нужно понимать, в каком случае это стоит делать, в каком случае этого не надо делать. То есть вы должны объяснить не просто, а я хочу взять и написать, а на разных языках, а вот мне захотелось. Не-не-не, нужно внимательно посмотреть пункт 4.8, и когда составляете, например, свои методические рекомендации, посмотрите там подпункты, чтобы у вас было единое требование, например, в каких случаях допускается отдельный элемент в описании, приводить на государственном языке. Библиографическое описание в целом или его отдельные элементы можно приводить в транскрипции или транслитерации на графике другого языка или могут даваться в переводе на другой язык. Ну, естественно, что транслитерация должна производиться в соответствии с национальными или международными стандартами соответствующих языков. Таких стандартов несколько, и есть такие общепринятые. Если откроете, транслит.ру, вот этот вот пункт нам очень важен, когда мы составляем ссылки на иностранные источники для статей, для референсис, русскоязычные или особенно русскоязычная часть, когда мы ее там переводим или транслитерируем. Откуда взялось это? Вот отсюда. И по транслитерации тоже внимательно смотрите. Да, условия. Разные буквы по-разному в разных языках, в разных системах транслитерации переводятся. Если в источнике информации среди текстов и выходных сведений есть текст и выходные сведения на русском языке или на государственном языке, субъекта, где мы находимся как библиографирующие лицо или организация, то преимущество в выборе языка библиографического описания отдается этому языку. Переводя на русский, есть ли в выходных сведениях или в тексте источника информации, особенно титул и оборот титульного листа, есть текст и выходные, особенно выходные сведения на русском языке или на нашем официальном языке, то мы можем принять решение, что для библиографического описания мы отдаем преимущество этому языку, то есть пишем на русском или на языке своем. Если выходные сведения в ресурсе на всех языках неполные, вот та самая смесь, где-то по-английски, где-то на нашем языке субъекта, где-то на русском языке. И вот если эти выходные сведения в ресурсе на всех языках неполные, то выбирается тот вариант, тот язык, на котором приведены наиболее полные сведения. То есть такой вариант, который у нас есть сейчас на слайде, он допустим. Но в том случае, если у нас часть сведения была приведена на другом языке, например, часть сведений на английском, часть сведений на русском, тогда мы вот так вот совершенно спокойно это можем сделать. Но опять же, исходите из цели. Для чего это... Какое описание мы делаем и для каких целей? Для библиотеки, для каталога? Или мы все включаем в список источников для курсовой работы или ВКР? ВКР? Ну, тогда вот эти все допущения и разрешения можно принять какое-то единое правило, чтобы поменьше было транслитерации, поменьше было переводов. Облегчите участь того, кто будет делать и того, кто будет это все проверять. Откуда брать информацию для книги на иностранном языке? Ну, вот мы взяли книгу отечественных авторов, но написана она на английском. То есть весь текст, все написано на английском языке. Это не переводная литература, она писалась на английском языке. Просто для того, чтобы нам легче было сориентироваться. Для абсолютно зарубежных изданий все ровно то же самое. Та же самая схема действий. Даже если мы не знаем языка, мы совершенно спокойно можем собрать эти данные. Вот чаще всего страх у нас возникает именно там, что я не понимаю, что это. А и не надо даже знать язык. Сам текст, содержание иногда с помощью переводчиков, различных автоматизированных, мы можем перевести, и содержание мы, в принципе, знаем. А вот описание это надо делать на иностранном языке. Чего, откуда брать? Титульный лист. Информация. Вот они, наши авторы. Все. Берем их отсюда. Информация для заголовка и сведений об ответственности у нас уже есть. Мы знаем, что написать в заголовок первого автора и за косой чертой в сведения об ответственности. Вот они у нас уже есть. Первые сведения мы можем привести. Все замечательно. Дальше. Заглавие. Вот оно есть. Все. Мы взяли заглавие. Помощник пришел. Не обращайте внимания. Место издания. Есть. Год издания. Есть. Код. Единственное, что, чего у нас здесь еще не хватает. Да? Издательство. Вот издательство у нас здесь может не хватать. Значит, мы берем, открываем, либо пишем сокращение, что у нас без издателя, а еще лучше открыть оборот титульного листа и дозабирать нехватающую нам информацию. Данные. И вот здесь мы видим, что, ага, есть издательство. Вот мы его отсюда берем. Сведения об объеме. Вот они и есть. Мы их берем. И даже международный стандартный номер мы отсюда можем взять. Либо отсюда, либо отсюда. Но только проверяйте, чтобы он был один. Помните, мы на одном из первых вебинаров с вами в октябре говорили, что может быть и СБН на серию, если книга, например, выходит в серии, на каждый том или на многотомник и на отдельный том или на всю серию и на отдельный выпуск этой серии. Поэтому внимательно посмотрите. Совпадает. Ага, один и тот же номер. Все, мы его берем. Если не совпадает, тогда нужно будет проверить. Я вам этот ресурс покажу. Поиск книги с помощью СБН. И вот смотрите, все, даже не зная языка, но зная структуру библиографического описания, мы уже собрали все сведения, чтобы сделать это описание на иностранном языке. Даже не зная языка, мы это спокойно можем сделать. Вот они, наши авторы. Вот заголовок. Первый автор по правилам. Вот мы его привели, вставили заглавие, за косой чертой все наши три автора. Вот мы их привели с инверсией, да, инициалы у нас перебежали вперед. Вот место издания, вот издательство, вот количество страниц и номер СБН. Все. Будем мы сюда добавлять текст непосредственно или не будем, но для основного массива списка, например, нам это даже не нужно будет. Вот мы все, все, печатная версия у нас уже готова. И всего у нас ушло со всеми объяснениями минуты три, да, и на практике, имея титульный лист и оборот перед глазами, это, ну, минута, копипаста, все поставили, главное, расставили знаки. Все готово. С электронными ресурсами, вот здесь могут быть вопросы, да, а как писать текст электронный, а как писать режим доступа по подписке. Оставить ли их вот так по-русски, ну, как-то не очень хорошо, хотя по ГОСТу, да, отдельные элементы мы можем, ну, как-то не очень красиво выглядеть, да. Значит, надо как-то по-другому написать. По новому ГОСТу проще. Вот этот вот вариант у нас есть, да, по старому ГОСТу мы пишем режим доступа, и вот здесь уже пошел адрес. По новому ГОСТу мы оставляем URL, но иногда выходит вот таким вот образом, да, просто. А нет, давайте их не будем писать, мы просто вот так напишем, и все. Тоже не совсем, не совсем правильно, да, а как же нам вот ограничения по доступу указать, а текст электронный как написать? Нам же их надо указать. Вот вторая подсказка, еще одна полезность для электронных ресурсов, для оформления списков и ссылок на электронные ресурсы, что и как писать на, чаще всего используется английский язык. Дата обращения заменяется словом exit. Режим доступа, available at, то есть вот здесь мы уже напишем available at, да, ну или посмотрим там, какие ограничения, как-то просто перевести, да, очень коротко по подписке или ограничен, ну, должно быть что-то указано, да, все, мы сюда вставим available at и пишем там по подписке или регистрация. URL у нас нормально все, это мы знаем уже давно. Электронный ресурс может быть вот так. Электронный ресурс для оформления источников, например, по старому ГОСТу 2003, если мы оставляем вот это, для страны СНГ особенно, да, и ближнего зарубежья, если мы оставляем, кто по 2003 ГОСТу еще живет, вот этот электронный ресурс мы же пишем, да, в квадратных скобочках после заглавия. Вот можно его на английский вот так перевести и в квадратные скобочки взять. Текст непосредственный, текст электронный, вот такие варианты мне попадались, когда пишется так, текст директ, текст электронный. Вот уже есть подсказка. Ну и дата публикации, мы помним, что для публикации в электронных СМИ мы можем заменять дату обращения на дату публикации, но перед ней ставим точку тире. Вот тоже можно использовать вот эти слова. Да, если у нас указана дата публикации, например, для мультимедийных ресурсов там может стоить там дата создания, дата публикации. Ну вот как образец взять и вот так вот можно будет использовать. Ну вот еще одна такая подсказка, тоже хорошо такую шпаргалку иметь, как это правильно написать. Она еще не полная, есть еще дополнение, это уже можно сделать самостоятельно. Это вот такой первый задел, которым вы можете пользоваться. А если у нас, ну вот с книгой вроде бы не очень страшно, уже разобрались. А если у нас статья из журнала. Вот у нас статья из электронной библиотеки, приведена из журнала. Откуда здесь, как на нее составить описание. Ровно так же, как мы делали для книги, мы изучали титульный лист и оборот титульного листа. Здесь мы изучаем страницу сайта, где расположена эта статья. Например, вот у нас есть такая статья. Название. Вот оно у нас уже есть. Вот у нас есть авторы. У нас есть и дата публикации, значит, ее мы можем указать, первую дату публикации. Либо указать, как вот у нас здесь было. Значит, либо вот так мы можем написать, либо мы можем указать вот так, exit. Если у нас это периодическое издание, то мы можем либо так, либо так указывать. ДОИ у нас есть для этой статьи. И вот она информация для журнала. О журнале. И вот смотрите. Вот она часть. Мы собрали информацию отсюда. Это часть для составной части ресурса описания. А вот это у нас, вся информация отсюда мы можем получить для описания идентифицирующего ресурса. Вот это все, что до двух косых черточек, а вот это после двух косых черточек у нас пойдет. Вот вся информация у нас уже есть. Только очень внимательно смотрите. Она на разных сайтах по-разному может быть представлена. Просто мы помним, что мы собираем две информации. Про саму статью ее авторов и про сам журнал. Наталья Казанова. По ГОС не надо. Иностранные слова как... Смотря где. Смотря где сокращать. Вот здесь нет. Вот как принято, вот это вот мы так и пишем. Они не сокращаются вот этим. Иностранные в нашей предыдущей табличке там были сокращениями. Если вы имеете в виду в тексте самого описания или в тексте ссылки, можно ли на иностранных языках сокращать, то этим ГОСТом вы будете пользоваться, если такое разрешение дано в ваших методических рекомендациях. Например, при составлении библиографического описания для списка работ наших курсовых дипломных или ВКР все пишем полностью. Так как в ГОСТе. В ГОСТе вот все написано полностью в 18-м. Окей, мы все пишем полностью. Мы ничего не сокращаем. Но если принято решение, что нельзя сокращать, а нельзя сокращать, например, выходные сведения и основное заглавие, то да, вот здесь мы пишем полностью. В остальных областях допустимые сокращения. Методичка нам это разрешила. Хорошо, мы будем сокращать. И вот тогда мы будем пользоваться ГОСТом по сокращению иностранных слов. Но сокращаем в соответствии, естественно, с этим ГОСТом. Все зависит от того, как в методических рекомендациях прописано. Иногда полностью написать гораздо легче, чем соотносить сокращения. Выискивать вот эти сокращения. А вот наши служебные, скажем так, термины, сокращения, редакторы, иллюстраторы, еще кто-то, их можно сокращать, тогда допускается, тогда смотрим, особенно в ссылках. Сейчас я вам по почте тоже покажу эти сокращения, может быть, даже в чат этот кусочек вам дам, он не вошел у нас в табличку. И вот смотрите, как будет выглядеть эта статья из научного этого журнала без дуи. Вот, для печатной версии, и если мы ее рассматриваем как электрон, из электронного источника. Автор заголовок, у нас их два, поэтому сюда один, за косой чертой указываем обоих. Название, две косые черты, название журнала полностью, это мы не сокращаем ни основное заглавие в составной части, ни основное заглавие идентифицирующего ресурса. Год, вместо том, пишем волюм, заменяем номер, и на каких страницах расположена статья, текст непосредственный. И вот для электронной версии у нас добавляется здесь URL. Это если у нас, например, в статье не было дуи. Обратите внимание, еще такой момент. Запятая после фамилии автора для российской части, для русской части, она сохраняется в то же самое правило. Мы сохраняем, но если в методичке мы не прописали, что давайте в нашем списке мы не будем ставить запятую после фамилии автора. Ну вот, можно, можно. Это же не печатная работа, и не каталог, и не база данных. Тогда мы ее не будем ставить. Но везде. Если уж мы начали ставить, то ставим везде. Это же правило у нас сохраняется. Вот что вот это такое. Это номер. Вот его, кстати, себе в табличку можете добавить. И что у нас здесь еще с вами? Вот кто-то, я уже вижу, заметил. Текст директ у нас куда ушел? В конец. А где он у нас должен быть? Вот эта часть для составной части ресурса у нас куда должна писаться? Вот сюда. С точкой тире и пишем текст директ. То же самое. Текст электроник. Это составная часть ресурса. Значит, куда он у нас должен писаться? Вот сюда. Перед двумя косыми черточками. Точка тире. И пишем текст электроник. Для составной части ресурса они у нас пишутся перед двумя косыми черточками. Так как они относятся именно к составной части ресурса. Если бы у нас было описание журнала, то они бы у нас стояли в конце. Вот это тоже момент, на который обращайте внимание, чтобы он у нас был. Следующий вариант. Статья научного журнала с ДОИ. Теперь смотрите, у нас текст электроник, здесь правильно написан? Светлана Шерстнева на месте? Вид содержания, да? Во, отлично, спасибо, все на месте, ура. И даже ДОИ у нас здесь на месте. Добавляем ДОИ, все то же самое. Автора написали, название статьи написали, авторов здесь повторили. ДОИ вписали вот сюда. Почему? Потому что это ДОИ статьи. Вот она. И поэтому ДОИ мы перейдем на вот тот самый сайт, который нам откроет эту статью. ДОИ может присваиваться и книги в целом, и сборник в целом может иметь свой ДОИ, а каждая статья может иметь свой. Поэтому здесь тоже внимательно смотрите, что это за ДОИ, к чему оно относится. Если это к сборнику книги или к другому ресурсу целому, то он будет писаться у нас вот здесь, в конце. А если он к составной части, к статье относится, то он пишется вот здесь, до двух косых черточек. Потом пишем текст электроник, все, с этим мы закончили со статьей, а дальше мы пишем все, что касается журнала. Ровно то же самое, на каких страницах расположена статья, адрес и дата обращения. Вот здесь у нас, смотрите, вот так мы написали URL по новому ГОСТу. Но если вы, например, опираетесь на ГОСТ прежний, 2003, и находитесь в странах ближнего зарубежья, и он для вас действует, а не 2018, или для референсис, там тоже будет у нас, будет написано у нас, вот так просят иногда, заменять режим доступа, писать не URL, а Available at. Вот мы его, вот здесь мы не сокращаем, здесь мы пишем его полностью. Точка после, да, вот здесь точка у нас не нужна, здесь у нас точка тоже не нужна. Текст на месте, но была у нас лишняя точка. Страницы с маленькой буквы, нет, здесь большой, вот она, P большая, да, и P маленькая. Страницы, вот так у них обозначается. Пэдж не одной буквы, а как у нас, S большая, а просто пишется как, двумя. И несколько, во всех остальных случаях у нас все те же самые правила, которые у нас были для составления библиографических описаний на русском языке, они сохраняются. Но есть несколько вот еще полезностей, несколько нюансов, которые присутствуют при составлении библиографических описаний и ссылок, которые мы потом из этого описания легче сможем сделать. Мы можем оформить с учетом следующих нюансов, да. Все особенности написания имен авторов рекомендуется сохранять. Если что, копируем из источника так, как там приведено. Если есть какие-то обозначения, вот польские фамилии, например, какие-то значки вот эти фонетические сверху, да, которых в нашем языке нет, а как их сохранить, если мы на иностранном языке приводим этот источник. В Word, посмотрите, есть вставка символов, и там среди символов можно найти нужные. Тогда их сюда просто вставляем. Ну, таким вот образом можно сделать. А потом оттуда копируем и просто копипастом вставляем, куда нам нужно. Имена приводятся в оригинальном написании или в общераспространенной транскрипции латинской. Но это в основном касается особых имен. Японские авторы, азиатские авторы, там, где идут иероглифы. Конечно, иероглифами мы не пишем, мы используем общераспространенную латинскую транскрипцию. И тогда эти имена записываем в таком виде. Но чаще всего статьи публикуются даже в этих изданиях на английском языке. И мы, скорее всего, именно их будем смотреть, либо на общераспространенных европейских языках. А там уже авторы приводятся в нужной транскрипции. Просто берем и так и приводим, как они приведены. Часто... Так, смотрю, еще один вопрос у нас был, Татьяна Суковатых. В гости Дуев не совсем поняла. Дуев не ссылкой оформлено. А! Сам Дуев или адрес из адресной строки, как правильно оформлять? Гиперссылка или нет? Был у нас уже такой вопрос. Смотрите, я и так, и так привожу. Вы опираетесь на те требования, которые есть в ваших методических рекомендациях. В ГОСИ может быть приведено, что ссылкой... Убираем гиперссылки, да, вот это вот подчеркивание. Наверное, это имелось в виду. Почему там подчеркнут? Да и гиперссылкой. В некоторых изданиях просят оставлять гиперссылки. И при оформлении, например, рабочих программ, ВУЗа, где мы приводим список источников или даем ссылки на электронные библиотеки, на ресурсы, просят оставлять гиперссылкой. Поэтому я и так, и так, в примерах вы можете встретить. Я вам оставляю и тот, и другой вариант. В изданиях иногда просят присылать статьи, гиперссылки не удалять. Для чего это делается? Потом могут попросить удалить в окончательном варианте или так и оставляют. Это делается для того, чтобы человеку, который проверяет вашу статью на соответствие требованиям и оформлении списка источников. Не везде есть профессиональный библиограф. Иногда это совмещение должностей. По гиперссылкам легче посмотреть, сразу перейти, посмотреть тот источник, с которым вы работали, чтобы проверить, насколько правильно вы взяли все данные и не нужно ли что-то поправить. Для этого оставляется. Поэтому иногда мы и оставляем именно гиперссылкой. Еще один момент. Возвращаясь к нашим некоторым замечаниям. Иногда в иностранных источниках на первом месте идут редакторы. Или редактор, или редакторы, а не авторы. Если вы имеете дело, например, с формат автор дата, гарвардский стиль, APA, еще ряд стилей, по-моему, Чикаго или Турабен. Вот посмотрите, там, где есть формат международного стиля оформления автор дата, сначала идут, должны идти фамилии, потом идет год, а потом уже идут все остальные элементы ссылки. Вот так они оформляют ссылки. Другая структура. Элементы те же самые, расставлены по-другому. Так вот, в этом случае они иногда на первое место ставят редакторов. Ну, если нет у этого источника, например, автора, монография коллективная, кого туда писать? У нас она пойдет просто под заглавием, а у них может не быть такого формата оформления, как под заглавием. Обязательно должен быть кто-то. И поэтому на первое место иногда ставят редакторов или редактора. И они будут идти рядом с именем, будет еще потом такое сокращение в круглых скобочках. Эд или Эдс. Вот еще в табличку, не забудьте внести в такую шпаргалку сокращение. Редакторы. Но точно так же, похоже, сокращается и сведение об издании, второе, третье, пятое издание. Да, вот похоже. Только здесь с большой буквы, а здесь с маленькой. Если вам это попалось, то делая оформление, и у вас описание, но по другому стилю, по международному, по гарвардскому стилю. А вам надо для нашей работы по ГОСТу оформить. То есть имейте в виду, что это у нас пойдет, описание будет под заглавием, а вот это вот у нас уйдет в сведение об ответственности, сведение о редакторах. Тогда мы напишем под редакции или редактор такой-то, или редакторы, и пишем редактор. В немецком языке тоже очень внимательно. Не всегда то, что написано с большой буквы, это название заголовок, заглавия. В немецком языке, если вдруг такое попадется, существительные всегда обязательно пишутся с большой буквы. Ну, значит, придется более внимательно следить за описанием, учитывая эту особенность. Во всех остальных случаях можно руководствоваться пунктом тоже 4.10 из ГОСТа. Прописные буквы применяют в соответствии современными правилами грамматики того языка, на котором составлено библиографическое описание. Независимо от того, какие буквы употреблены в источнике информации. И с прописных букв каждое первое слово, каждой области и первое слово любых заглавий, будь то название статьи или книги, или название журнала, идентифицирующего ресурса, вот они начинаются с больших букв. Ну и более подробно посмотреть, вот пункт 4.10.1, он как раз этот момент регулирует. А вот в немецком языке есть вот такая вот особенность. Номер тома и номер выпуска. Вот он. Volume. Сокращаем. Wall – это том. Номер выпуска сокращается, пишут иногда, ISEU. Не прочитай. ISEU number. Два варианта, как это можно приводить. Либо, как мы уже видели в примере, вот так, либо пишется volume 43 в скобочках 3. По поводу, есть здесь пробел или нет пробела, тоже разные варианты в разных требованиях, вот в частности изданий научных. Мне попадались в одном месте, написано было в образце с пробелом, в другом месте, в самих требованиях указано, что указываем без пробела. То есть указывается вот так, без пробела. Тоже смотрите, что требует от вас именно конкретное издание. Будем ставить, не будем ставить, чтобы потом не придирались. Место издания и издательства. Тоже обращайте внимание. Из, да, да, можно сокращать до из. По месту издательства. То же самое, как и для нас, для, на русском языке мы делаем. Да, то есть точка после 43, да, да, да. В 43 у нас идет, если там ничего у нас не было, то да. А так у нас ее не нужно. Если у нас несколько мест издания, но одно издательство, то мы указываем вот так. Ровно то же самое, как мы для нескольких мест издания, но при одном издательстве делаем для российских, да, для на русском языке источников. И если у нас, например, также делаем и для зарубежных. Нью-Йорк, Лондон и одно издательство Гарвард, университет пресс. Или, например, у нас может быть такой вариант. Несколько городов, несколько мест издания и несколько издательств. Тогда делаем то же самое, так же, как мы делали для наших источников. Сначала данные по одному месту издания и издательству, и потом по второму. Если их больше, можно заменять «этотол». Иногда приводится просто первое место издания основное, и потом добавляются вот эти квадратные скобки и другие. Да, вот здесь вот они как раз меняются. Сведения об издании тоже можно сокращать. Посмотрите, как в источнике написано. Второе издание, издание второе. И ровно так же мы это сокращаем. И еще один вариант. Вот то, что мы говорили про смешение разных языков. Когда у нас идут разные языки, вот можем ли мы составить описание вот таким образом? Вот такая смесь языков у нас. Или нельзя. В принципе, можно. Потому что ГОСТ нам это разрешает. И что мы имеем? Вот тот случай, который, пример, который есть в ГОСТе, вот мы его делаем просто более наглядным. Посмотрим здесь. Заголовок, сведения об авторе были приведены в источнике на польском. Сведения об идентифицирующем ресурсе приведены на литовском. А текст самой статьи был приведен на русском. Вот в этом случае мы можем не применить вот то самое разрешение ГОСТа и использовать в описании на составную часть ресурса вот такую смесь языков, смесь перцев. Так, приводим заголовок так, как он приведен. Описание основной части у нас идет на русском языке, а сведения об идентифицирующем ресурсе в самом источнике приведены на литовском. И вот мы ровно так же это все приводим. Ну, для ссылки у нас будет то же самое, только мы убираем знак точка тире. Остается у нас только точки. Вот такие особенности для описания и составления. И из него уже легко можно сделать ссылку, если у нас источник на иностранном языке. И, кстати, вот этот вот пункт, где можно библиографическое описание составной части ресурса привести на том языке, на котором сам текст написан, а языки описания, и что языки описания составной части ресурса и идентифицирующего ресурса могут не совпадать. Есть такой хороший пункт, я его вам тоже в чат ссылочкой дам. Вот такой. Пункт 7.1.6. Вот он как раз этот вопрос регулирует, поэтому можно на него ссылаться, если вдруг такая необходимость возникнет. И несколько моментов для оформления референсов, для статей. Вот теперь уже про референсы. Примерная обобщенная схема, то есть сейчас уходим уже, будем отходить от библиографических описаний в сторону тех пристатейной библиографии, референсы, с которой мы как раз для статей чаще всего и оформляем. И там чаще всего мы встречаемся с иностранными источниками. И там мы должны вот эту англоязычную часть, вторую часть референсы, первую часть мы пишем по-русски, и там используем как раз правило оформления ссылок ГОСТа 2008 или 2018. В некоторых изданиях требуют, кстати, по 2018 первую часть сделать русскоязычную, а вторая сама по себе референсы, она тоже будет состоять из двух частей. Источники, которые на русском языке мы должны перевести или транслитировать, и источники на иностранном языке. Ну, с ними там уже как раз попроще, да, там один, там только под международный стиль их нужно будет правильно расставить. А вот с русскими возникают иногда проблемы, как их, где там транслитерация, где там перевод, что делать. Ну, вот примерная такая схема, которые чаще всего и пользуются в научных изданиях. А такая примерно обобщенная схема для русскоязычных источников в референсе. Место издания, кстати, для периодических изданий, изданий мы помним, что ресурсов мы можем и чаще всего опускаем, их не указываем. Поэтому вот что пишется в транслитерации, что пишется в переводе, вот в этой схеме и есть. Возможны различные комбинации. Где-то не требуется транслитерация, например, заглавие статьи, а просят приводить только в переводе. Разные вариации могут быть. Указание на язык работы. Чаще всего у нас его требуют, но иногда могут и обходиться без него. Если там, ну, то же самое правило, если большинство источников на русском можно не указывать, указывать только если какой-то отдельный другой язык, так, по правилам меньшинства. Вот вариант для схемы для русскоязычных источников. Второй вариант схемы. Может отсутствовать указание на язык работы. Могут быть различные вариации насчет переводов и транслитераций. Но в зарубежных базах данных, в зарубежных изданиях, в изданиях, которые индексируются в базах данных, в зарубежных, те же Scopus или Web of Science, простая транслитерация заглавия статьи без ее перевода смысла не имеет. То есть там нужно, транслитерацию могут просить не привести, а перевод обязательно должен быть. А иногда просят и то, и другое привести. Поэтому разные вариации здесь могут встречаться. Но что чаще всего спрашивается и требуется, я вот здесь на схемах у нас здесь представлен. Ну и примеры оформления русскоязычных источников для references. Может выглядеть у нас, например, вот так. По требованиям издательства. Вот в этом случае мы, когда готовим статьи, обязательно смотрите требования издательства. В принципе, они все составлены по схемам, вот выше рассмотренным. И второй пример – это статья из сборника конференции. Первая – это журнал, а вторая – это сборник конференции. И вот здесь сразу, коллеги, на что еще нам здесь нужно обратить внимание. Видите, здесь после автора у нас просто стоит пробел. Авторов, кстати, иногда просят писать всех. Вот сколько есть, только дописываем. Иногда просят сокращать. А вот для оформления ссылок для русскоязычной части, если они по ГОСТу 2008, мы помним, что там только первых трех авторов мы пишем. Если все три автора, то пишем всех, если больше, то под заглавием. Здесь могут попросить написать вообще всех авторов. А вот здесь, смотрите, у нас во втором примере. Видите, после автора мы поставили запятую. Надо ли нам это было делать? Нет. Запятые для референции после фамилии автора чаще всего не используются и не применяются. То есть вот так у нас было бы правильно, как в первом варианте для сголовка. После фамилии запятые не ставятся. И вот указание на русском языке. И номер выпуска, там, ISS, да, и сокращение используется здесь. Также иногда используют, либо на каком языке, либо пишут полностью, либо вот такой вариант не тоже встречался, да, на русском языке сокращали. И статья из электронного журнала. Вот это уже зарубежный журнал, зарубежный источник, зарубежные авторы. Да, не русскоязычные, не транслитерированные, не переведенные. Да, вот здесь, смотрите, видите, у нас по, прям по цветам, я просто так, я вам выделяла, вот они, да, цветами выделены, где чего находятся. И, посмотрите, часть знаков у нас не используется. Вместо них используются точки, запятые и курсив. Вот здесь применяется часто курсив. Название журнала в транскрипции выделяется, курсивом в квадратных скобочках записывается английская версия, да, здесь дается перевод статьи и в скобочках дается транслитерация. Иногда, может быть, по-разному, да, разные варианты мы здесь можем встретить. Зарубежная статья из электронного журнала. Авторы, вот они у нас приведены. Название статьи, вот оно пошло. Дальше. Через запятую курсивом выделено название журнала. Через запятую год, номер, том, номер. Кстати, вот номер еще иногда вот так делают и пишут. Available at. Еще один вариант в табличку. Available at. Режим доступа не через URL, а вот так может быть в требованиях написан, тогда мы пишем вот так. Адрес написан и дата обращения, когда мы заходили на эту статью. Смотрите, записано немножко по-другому. Может быть, расхождение, да, как сокращается номер, либо так, либо так пишем. Вариации могут быть. Опираемся только на те методички и требования, которые в данном научном издании или в данных организациях присутствуют. И что выделяется курсивом? Чаще всего название журнала. Элементы все те же самые. Только знаки, предписанные пунктуацией, используются не все. Вот за счет того, что не используется. Две косые черты. Не используется знак тире, точка тире. Не используется вот этот вот электронный ресурс для референсис. Там это не пишется. Запятая между фамилией и инициалами автора не ставится, как у нас. И вид содержания, условия доступности там тоже отсутствует. Вот за счет того, что каких-то знаков нет, к которым мы привыкли в нашем русском описании, у них немножко отличается описание и добавляется курсив. Ну, нет такого знака. Мы бы поставили две косые черты и все. А у них нет двух косых черточек. Значит, пишут, а выделить надо как-то, что это название журнала. Тогда используют курсивы. И в разных международных стилях может быть абсолютно оформление по-разному. Где-то одно выделяется курсивом, где-то другое. Где-то выделяется название журнала, где-то название статьи. Где-то используется жирный, где-то не используется жирный. И вот это вот беда. Вот это реально беда. Все это запомнить невозможно. Мы с одним-то ГОСТом никак разобраться не можем быстро. Нам приходится иногда долго повозиться. А здесь, а здесь. Вот поэтому очень хорошо использовать. И единственное, наверное, подспорье нам. Либо методические рекомендации с образцами, если они хорошо прописаны. И там все эти примеры есть. По конкретному стилю оформления нам этим легко воспользоваться. Либо генераторы, сервисы, которые помогают нам автоматизировать вот это оформление ссылок по международным стилям. Вот то, что я вам обещала, сейчас я ее вам и открою. Для скачивания вот эта часть вопроса и ссылки. Все, разрешение на скачивание поставила. Из вкладки файлы забирайте. Вот эта вот часть у вас есть. Плюс файлик по ссылкам. Там побольше разных сервисов, которыми можно пользоваться. Это не окончательное, конечно, число. Это наиболее популярное, которое хорошо себя зарекомендовали. И еще вот эта хорошая вещь. Поисковик по ИСБН. Нашли вот эту штуку, попробовали. Хорошо работает сервис. Очень быстро ищет. Да, англоязычный на ИСБУК. Там много рекламы попадается. Там разные книжки предлагают купить. На это можно не смотреть. А вот сам поисковик у них работает очень шикарно. Берите на заметку. Почему? Сейчас мы столкнулись с тем, что иногда при необходимости обратиться. Может, иногда данные о книге приходится искать везде, включая различные интернет-магазины, каталоги и прочее. И вот там, пока я еще от наших слушателей этого вопроса не слышала, от участников и от своих студентов. У меня, например, уже пару раз спросили. Говорят, а вот написано ИСБН-10 и ИСБН-13. И там написаны номера. А какой из них брать в описании? Во-первых, посмотрите, чтобы они совпадали. Как правило, это один и тот же номер, но он может быть записан либо 13 цифр, либо 10 цифр. Такой сокращенный номер ИСБН. И вот с этим мы для зарубежных источников с этим очень часто сталкивались. И даже если в каталогах, например, интернет-магазинов посмотрите, там они могут приводить оба этих ИСБН-ов. Любой из них сюда загоняете, найти, и он вам покажет и саму книгу, и может сконвертировать один номер в другой. Десятизначный перевести в тринадцатизначный или тринадцатизначный в десятизначный. Самое главное, чтобы номер был один и тот же. Вот такая вот маленькая заковыка, с которой сейчас начали сталкиваться. Вот по этому поисковику можно проверить, а вообще этот номер от этой ли книги. Попробуйте берите, очень хорошо эта штука работает. Сейчас я посмотрю, ссылка, не помню, у меня там была или нет. Вот, по-моему, вот эта ссылка, сейчас я вам в чат размещу. Посмотрите, по-моему, вот она, Найсбук. Да, Найсбук она. И вот этим вот поисковиком можно вот с ИСБН-ами работать. По стандартам библиографических ссылок, международных, международные стандарты библиографических ссылок. Вот это наиболее популярные, которые чаще всего встречаются. Для разной литературы, для разных направлений и сфер разные стили могут применяться. Ну, самый часто встречаемый – это гарвардский стиль. Вот тот самый автор дата, с которым могут возникнуть проблемы при переводе его на русские ГОСТы, на описание и ссылки по русскому ГОСТу для наших русских курсовых и дипломных работ. Гарвардский стиль тоже – это не один стандарт. Это, скорее, семейство разных стандартов. Вот там, кстати, существует та же самая история, которая и у нас. Только у нас один ГОСТ, а вот методические рекомендации и требования к оформлению, они могут различаться в нюансах. Вот там та же самая история. Иногда говорят, ну вот, у нас так все плохо, ГОСТы часто меняются, все изменяется, по диву следи, какой ужас. Вот то ли дело на Западе. Гарвардский стиль. На самом деле стили, вот это, восемь наиболее употребимых. Их больше трех-четырех десятков. И самого гарвардского стиля штук сорок мы насчитали. Около сорока. Вот если открыть конвертаторы, есть такие конвертаторы из одного стиля в другой, и выбрать гарвардский стиль, он выдает вам еще дополнительно вопросы. А какой вам гарвардский стиль нужен? Принстона, Ельский университет, там Гарвард, Йоркский университет, Корнуэльский. Какой? Практически у каждого университета, у каждого издания свои вариации этого гарвардского стиля. Другой вопрос, что методичками хорошо прописаны. Вот что можно позаимствовать оттуда. А так, если вы оформите, например, возьмете первый попавшийся гарвардский стиль по рекомендациям университета Йорка, он может где-нибудь в Манчестерский каком-нибудь университет не подойти, и вас попросят переоформить. Они отличаются, они отличаются деталями. Общая схема одна и та же, но ровно так же, как у нас с ГОСТами, что по ссылкам, что по описаниям. ГОСТ один, рекомендации одни, а на их основании мы уже свои методички составляем. Вот у них очень хорошо прописываются методические рекомендации. Вот это, это только, вот и все. А история ровно та же самая, что и у нас, и ровно так же мучаются. Мало того, что у каждого стиля есть еще свои редакции. Например, вы можете столкнуться, пользуясь теми же сервисами и генераторами, что у вас написано МЛА. А какой? Восьмую редакцию, четвертую редакцию, шестую редакцию. Вам какой нужен? А у нас вот есть только восьмая редакция в нашем генераторе. А у вас просят оформить по другой редакции. А APA, мануал, учебник по оформлению в этом стиле письменных работ, в том числе и списков, и ссылок. Дай бог памяти, по-моему, последнее, что я видела, 29-я редакция. Нормально так. А мы говорим, ой, у нас ГОСТ первый раз за 15 лет поменялся, трагедия, трагедия жизни. Вот у них еще круче. Но другой вопрос, что у них под каждую эту редакцию есть свой мануал, есть свои методички, есть свои, очень быстро это все разрабатывается, пояснения, и есть свои сервисы и генераторы. Татьяна, сервис для поиска зарубежных изданий. Не, это для оформления ссылок. Для поиска зарубежных изданий это другая немножечко тема. Это как оформить ссылки по вот этим вот стилям, а они могут отличаться. Какие есть генераторы? Вот пройдемся по самым простым. Они у вас в списке есть. Это вот что делать, если мне нужно, например, оформить для журнала по стилю там APA или MLA или Чикаго. Да вот, есть такое требование. И как это сделать? Изучать весь этот стиль нам с одним бы российским гостом справиться. А тут еще разное. А еще разные журналы требуют разные стили. Можно вот в этом случае пользоваться генераторами. Вот, например, Citation Machine, очень хороший генератор. А, Татьяна, нет, на Facebook это не для поиска зарубежных изданий, это для проверки ИСБН. Вот того самого номера, который мы пишем в конце описания или ссылки. Да, ИСБН такой-то. Вот по этому номеру мы всегда можем проверить или найти какие-то недостающие данные. Да, и зарубежные. Да, да, по зарубежным. По зарубежным книгам он ищет. Вот как раз по зарубежным мы и искали их. Да, по зарубежным искали. И вот генератор Citation Machine очень простая штука. Они все, в принципе, устроены по одному принципу. Он вас просит ввести сюда название или автора. Да, русский не ищет, это РКП. А вот по зарубежным очень хорошо. Самый простой выборка. Выбираем, что нам надо. Книга, газета, веб-сайт, журнал. Причем, смотрите, разница в некоторых генераторах. Есть Magazine и Journal. Это научные журналы, а это популярные. Могут отличаться описания, поэтому выбирайте точно, что нам нужно. Научные журналы, фильмы другие. Если открыть другие, там еще целый ряд, на какие виды ресурсов можно с помощью этого генератора составить описание. И дальше просто следуем указаниям. Вводим автора, название статьи, вот все, что он у нас просит. И начинаем его использовать. Вот он у нас открывается. Оставить описание. У нас открывается вот такая формочка. В эту формочку мы вводим наши данные. Можно добавлять авторов. Есть расширение. Один автор, хоть 10 человек, можно внести всех. Вот вводим. Он сам будет вам писать, что нужно ввести в эти поля. Вот мы выбираем тип. Нам нужно, например, на такую статью мы хотим сделать. Библиографическое описание. Вводим название. И дальше пошли вводить авторов. Только пользуясь этими стилями коллеги, сразу вводите фамилии, названия статей в переводе или в транскрипции, как это требуется. Потому что он вам переводить ничего и транскрипцию делать не будет. Вот что ввели, ровно это он вам и выдаст. Ввели сюда на русском языке. Он вам на русском языке выдаст, все равно вам это придется переделывать. Поэтому лучше сразу. Транскрипцию сделали, перевод сделали. И дальше просто загоняем номер, вот данные на составную часть, данные на идентифицирующий ресурс и нажимаем получить результат. Вот он нам выдает. Как в стиле восьмой редакции MLA будет выглядеть наша статья. Вот описание. Либо мы это все должны были бы сами ручками составлять, делать, либо он нам очень быстро, мы ввели все данные, он нам все выдал, вот как оно должно быть. И здесь мы можем скопировать, мы можем отредактировать, мы можем удалить, если что. Мы можем новое сделать, описание. Даунлоуд можно загрузить, можно сделать несколько описаний, их загружать, но только следите внимательно. В некоторых генераторах есть такая вещь, что вы должны каждую ссылку сделали, тут же ее скопировали, они их не сохраняют списком. А в некоторых есть возможность сохранить списком. Но вот в данном, по-моему, генераторе там стояло такое ограничение в течение одной сессии. Время сессии ограничено, и только в течение одной сессии он этот список сохраняет. То есть если вы сделали небольшой кусочек, скопировали все, или закачали себе все, и он вам этот кусочек списка или весь список загрузил. Либо приходится иногда по одной цитате сделал, загрузил, сделал, загрузил, сделал, скопировал, себе вставил. Иначе, если вы потом выйдете и зайдете заново, он все данные не сохраняет, он их может сбросить. Либо они сохраняются какое-то время, и он иногда идет прям обратный отсчет, сколько секунд осталось до того, пока ваш список не исчезнет. Ну, естественно, что часть из них, это я вам показываю только то, что в бесплатном формате, часть из них условно платные, то есть какие-то функции самые простые нам доступны бесплатно, а вот дальше он будет просить заплатить. Поэтому вот обращайте на это внимание, чтобы ваш список созданный не пропал. Но делается это очень просто, и вот смотрите, вроде бы переведенная русскоязычная статья, но оформлена по тем правилам, которые есть вот в этой редакции. Вот мы ее уже сделали автоматически, очень быстро и удобно. Еще один генератор ссылок. Есть такой стиль Ванкувер. В некоторых изданиях он применяется, он использует подстрочные ссылки, и здесь тоже есть генератор ссылок для этого стиля. Причем генераторы могут быть универсальные, вот как в предыдущем, несколько стилей можно сделать. А есть такие стилевые, генераторы-стилисты, они работают только с одним стилем. Поэтому лучше, конечно, пользоваться тем, которые специализируются на одном стиле, или хотя бы два-три, а не все подряд, потому что они чаще будут актуализироваться, чаще будут как-то следить за ними проще, и больше вариаций могут включать. И вот то же самое. Выбираем, что нам надо сделать. Референсы на книгу, на статью из книги, на веб-сайт, на различные ресурсы, даже на e-mail. Как оформить ссылку по стилю Ванкувер. Вот мы выбираем нужный тип, вводим также туда данные. Тоже он запрашивает и пишет еще вот сам, в полях подсказывает, что сюда надо написать, в каком виде. Написали, нажали, получили. Также результат ссылку можно скачать, и дальше ее дорабатывать, и дальше ей использоваться. Вид кавычек. Светлана, да, может быть, запятые елочки, елочки или лапки, галочки, елочки, и вот это вот запятые, это лапки. Да, могут иметь в разных международных стилях значение кавычек может играть роль. Где-то принимаются только елочки, где-то принимаются только лапки. Поэтому очень внимательно тоже смотрите, как правильно оформить, иначе это могут просто завернуть и сказать, что неправильно оформлено. Для стиля EPA. Вот такой генератор ссылок, Scriber, он обновился недавно, добавились новые функции. Я вам показываю вот этот, он тоже англоязычный, просто можно, если плохо знаем язык, то можно воспользоваться переводчиком сайта, в строке браузера, перевести весь сайт на русский язык и просто сориентироваться, где чего находится, он вот так вот вполне корректно все выдает. Только, пожалуйста, коллеги, не забывайте обратно вернуть оригинальный язык самого сайта, когда вы будете самим генератором уже работать, что куда вводить. Первый пробный вариант можно попробовать сделать, например, оставив русскоязычный интерфейс, а потом верните на язык оригинала, потому что так же, как в некоторых онлайн-сервисах, например, в той же Canva, может некорректно работать, если мы в переводной версии сайта делаем описание. Поэтому, пожалуйста, сразу на язык оригинала потом переходим на английский и уже, зная, чего, куда везти, вводим данные, опять же, на иностранном языке. Тоже очень быстро, очень хорошо работает вот по этому стилю, APA, психологическая ассоциация американская. Генератор ссылок Zotera Bip. Zotera – это вообще библиотечный, библиографический менеджер, программа требует установки. Если вы войдете по ссылке просто Zotera, то он там вас напугает предложением купить программу, скачать, установить, что-то еще сделать. Да ничего закачивать не надо. Генератор ссылок Zotera Bip. Вот в ссылках он и есть. В файле, там есть ссылка на этот генератор. Он онлайн, бесплатный, поэтому ничего покупать не надо, ничего скачивать себе, устанавливать тоже не надо. Поэтому, вот я вам сейчас показываю то, где работать можно и без авторизации. Вот то, что я вам рассказываю, показываю, там, конечно, ограниченный функционал, но мы вообще работали без авторизации. Гостевой доступ, да, вот просто зашли и все. Единственное, что он может у вас на какие-то функции попросить авторизацию. Например, если вы хотите, сделали ссылку, скачали к себе, или там копипастом, раз, скопировали, вставили. Вот это он может давать без регистрации. А в некоторых ресурсах он, например, может потребовать регистрацию, если вы хотите там создать список, его сохранить, и потом списком загрузить тебе даунлод, да, на компьютер. Вот тогда он может сказать, не, сначала зарегистрируйся, а потом я тебе это сделаю. А вот в таком простом варианте сделал, скопировал, забрал, следующий сделал, скопировал, забрал, практически в каждом из них можно спокойно делать. И вот я вам показываю все, что без авторизации доступно. Все, что можно без авторизации бесплатно. Так что, вот, вот, вот Zotera BIP, да, то же самое, он просит ввести. И обращайте внимание, видите, вот ISBN, по ISBN, по DOI, по URL, по идентификаторам архив ID-шней. ID для архива это такой репозиторий Корнольльского университета, где собираются неопубликованные работы, черновики, то есть такой вот хороший файл обменя, кстати, ресурсом можно пользоваться. Размещение там не считается публикацией, но там можно вот что-то ради идей посмотреть, каких-то найти черновые работы неопубликованные. Иногда перед публикацией статьи люди выкладывают туда с тем, чтобы получить какой-то отзыв от научного сообщества. Но это вот так немножко отступление, тоже очень хороший ресурс, но имейте ввиду, вы туда разместили, быстро публикуйте. И вот один из этих идентификаторов вы можете сюда ввести, либо название статьи найти, и вот выбираем, что мы тоже делаем на статью, на книгу, и вот он нам выдает, например, описание. Вот оно уже готово, все расставлено, все сдои, все, все, вот, все готово. По одному из стилей, которые мы выбираем, а стилей там достаточно много, очень много. И вот он все уже все расставляет, нам не надо ломать голову, где тут курсив, не курсив, ставить точку или запятую, особенно в зарубежных стилях, чтобы голова не болела, можно пользоваться вот такими вот генераторами. Вот он все расставил, мы поставили, все, у нас уже есть. Можем отредактировать прямо здесь же, можем скачать, можем удалить. И список в Зотера очень большой, стилей, разные редакции присутствуют, есть ГОСТ, но с ГОСТом не советую в этом генераторе, вернее, можно, не советую полностью доверять, потому что все нюансы, которые мы даже разбирали, смотрели, он не учитывает, иногда выводит не очень корректно, там несколько вариаций есть, ну, понятно, для них наш ГОСТ чужой, и поэтому особо они в подробности не вдаются. Поэтому общую схему, да, можно скачать, но потом все равно придется форматировать по нашим ГОСТам, проверять на правильность. Но это, в принципе, к каждому генератору относится. Для гарвардского стиля вот этот генератор Reference Generation Net хорошая вещь, очень удобный. И вот гарвардский стиль можно, мы говорили, что да, у каждого есть свои нюансы, но общую структуру можно, например, вот здесь спокойно сделать и посмотреть, насколько она соответствует требованиям, и если что-то надо подправить, подправить легче, чем делать заново и самостоятельно самому. Вот что может делать и по каким форматам еще работает этот генератор. Все ссылки, на что он оформляет, на какие виды изданий и по каким стандартам он работает, для чего он, что здесь можно найти и выбрать. И вот мы выбираем. У него очень такой, кстати, студентам можно давать, он очень простой, очень легкий и легко здесь, ну, самое простое описание сделать. Выбираем стиль, который нам нужен, выбираем здесь даже с картиночками есть, что тебе надо, главу из книги, книгу целиком, статью, журнал или веб-сайт. Выбираем, вводим также данные, опять же, на английском языке и нажимаем кнопочку генерировать. Он нам выдает вот так вот описание. И здесь еще есть одна интересная штука у этого генератора. Он позволяет нам несколько описаний вот так вот сделать. Можно даже разные стили выбирать. Вот вам такую ленточку у нас из двух-трех вот таких вот форм будет открывать. Такой ленточкой можно их делать и сразу на несколько, то есть не одно сделать. На самом деле генераторов это только самые вот простые, самые легкие, которые уже давно работают, с которыми себя зарекомендовали. более расширенный список во вкладке файлы забирайте. Я вам там сделала большой такой список по гарвардскому стилю. Есть разные мануалы, есть разные помощники, которые помогают нам в нем сориентироваться. И есть еще множество вот этих вот генераторов. Ну, там появляются еще новые, ну, самые такие работающие. Я вам туда, с чего начать хотя бы, я вам туда добавила, поэтому их забирайте, они там все активные в этом файлике. Презентация и отдельный список генераторов. Вот их забирайте. Но когда вы работаете с любым генератором, сейчас начали появляться генераторы даже по нашим ГОСТам. Сноска инфо знаменитая, которая ссылки нам оформляет. Но опять же, на ГОСТ 2003 она ориентируется, на ГОСТ 2018 то, что сейчас в ссылке. мы немножко по-другому начинаем вставлять там, пока еще я этого не видела. Я вообще не знаю, как-то этот сайт поддерживается или нет, или просто он живет в интернете сам по себе. Стали появляться такие генераторы для ГОСТ 3-го, 18-го. Но пользуетесь ли вы российскими генераторами? Пользуетесь ли вы сервисами вот этими зарубежными для оформления ссылок на иностранных языках? Коллеги, всегда и везде вот то, что мы с вами разбирали. Структура, состав, элементы, области. Мы не просто так это все делали, потому что нет единственного уникального такого универсального генератора, который все бы наши потребности смог учитывать. Они дают общую схему, они дают общую ссылку, общее правило. Но если, например, мне попался тут генератор библиографических описаний, хотя почему-то он их называл ссылками по новому ГОСТу 2018-й, вау, СБМа там нет. Сведения, относящиеся к заглавию, нет такого поля, вести их некуда. То есть вы должны сами, а у вас в требованиях это, например, есть. И что делать? Вы сделали по генератору, радостно побежали сдавать, а вам заворачивают работу. Говорят, нет, а у вас не хватает вот этого, вот этого. Или просто скажут, у вас нет сведений, относящихся к заглавию, они должны быть. И у вас нигде не стоит международный номер идентификатор. Внесите правки, приносите. А вы даже не можете понять, чего от вас хотят, чего куда внести, где чего поправить. Вот для этого хотя бы основные элементы, основные области, схема, что где может находиться, к чему относиться, важно знать. Вы там сделали, к себе забрали, соотнесите со своим источником и просто доправьте. Вам останется только внести немножечко, пару элементов и поставить два знака. Все остальное у вас собрано. Кстати, вот в отечественных я это не всегда встречаю, предупреждения. А вот в зарубежных генераторах и сервисах они прям пишут даже целое послание, что сгенерировав, обязательно соотнесите с теми требованиями, которые предъявляются в вашем организации, издательстве и так далее к оформлению этих работ. При необходимости внесите правки. В каждом генераторе такое предупреждение идет. То есть они, да, они не дают стопроцентного результата. Везде есть свои нюансы. Но значительную часть работы мы с их помощью можем себе облегчить. Почему мы вот эти вебинары тоже проводим и стараемся разобраться во всех этих нюансах? Неизвестно, с какими нюансами вы столкнете, чтобы для вас это не было пыткой и ужасом, я по крайней мере понимаю, что куда надо внести. Да, и каких элементов у меня не хватает. Или наоборот, сгенерировалось что-то лишнее. Я знаю, что убрать, но я это делаю осознанно. Я понимаю, что я делаю. Это гораздо быстрее, проще, нервов меньше, намного меньше затрачивается. Да, вот такая вот вещь Лариса, она есть в любых сервисах, в любых генераторах. В библиографических менеджерах есть системы, биптек, настольный редактор, кто постоянно занимается изданием книг или публикациями, они в основном с этим редактором работают. Есть Менделей, есть вот тот же Зотера, есть еще ряд таких библиотечных менеджеров, которые помогают нам работать с источниками, делать свои библиотеки, картотеки и прочее, и оформление в том числе. Там тоже есть такие генераторы, но не все они бесплатные, не все они доступны просто так, без регистрации и не скачав приложение. И везде там тоже есть такое предупреждение, что соотнесите с теми требованиями, которые у вас есть. Тот же самый гарвардский стиль, например, попался мне мануал Манчестерский университет, по-моему, Манчестер. Вот там вообще уникальное требование попалось адресную строку включать в одинарные скобки, вот этот знак тегов в кодах мы часто видим, вот такие галочки справа-слева стоят. Вот он в эти теги в обязательном порядке адрес из электронной строки, который мы копируем в URL или режим доступ, обязательно нужно в эти галочки включить. Зачем? Почему? Я не знаю. Объяснения там нет, просто приведен образец и написано вот таким образом мы оформляем электронные источники. Больше я, по-моему, что-то как-то мне пока не попадалось в других стилях, чтобы вот такое требование было. А там оно есть. Открываем смотрела, по-моему, Йоркского университета мануал. Там этого нет, как обычно. Скопировали, поставили, все как у нас, спокойно. Смотрела еще одного университета, по-моему, Принц там, если не ошибаюсь, тоже там оформили. Тоже так же, нигде больше не требуется. А вот в этом университете требуется. Вот в чем смысл этой точки, я не знаю. Но вот такое требование есть. И здесь действительно приходится соотносить, сделали по генератору, просто доставили кавычки, хорошо, окей, пусть будет, раз уж у нас это требуется. Поэтому вот этот момент, коллеги, очень серьезный, и на него, пожалуйста, обращайте внимание. Потому что генераторы генераторами, но возможны разные ситуации. Ну вот, коллеги, мы добрались с вами до завершения нашего цикла библиографического по описаниям и ссылкам такого подробного разбора. И в конце я вам даю вот этот список. Сейчас посмотрю, по-моему, он у нас и вот здесь тоже есть. Да, вот отдельно я вам привела вот эти генераторы, как они работают, выглядят, и ссылки отдельно, файлики есть на них. Да, и вот здесь тоже, вот эта презентация, которую вы скачали, вот они, ссылки, они активные, отсюда можно будет по ним тоже заходить. Ну и дополнительно еще вордовским файликом. Да, и там же последний это записи наших вебинаров, на которые мы иногда ссылались по ходу. по библиографическим описаниям и ссылкам. Вот в октябре-ноябре они прошли, последний только вебинар у нас не активный, сюда уже, пожалуйста, сами тогда ссылочку, как будет готово, можете включить, и вот у вас уже полная подборка всех записей наших вебинаров, она есть, можно пересматривать и ими воспользоваться. Ну и напоминаю, коллеги, что все эти восемь вебинаров это составная часть нашего курса, который начнется в январе, там уже будем практической частью больше заниматься, поэтому к этим вебинарам отсылать будем, теоретическую часть отсюда брать будем, ну и плюс еще дополнительный материал и практическая работа с разными случаями, ситуациями, как это оформить, это мы уже будем делать в январе. Ну и напоминаю, за восемь этих вебинаров сертификаты дают вам скидку в 1500, если не ошибаюсь, 92 рубля, плюс ко всем скидкам, которые будут на момент оплаты. Еще дополнительно. Ну и если вдруг кто-то присоединился к нам, не все вебинары смотрел, не за все есть сертификаты, сентябрьские два вебинара, если вы на них регистрировались, я их засчитаю, в декабре у нас еще будет два вебинара, восьмого по заголовкам мы немножко посмотрим, и в январе, по-моему, один еще вебинар будет. То есть недостающее количество, можно добрать и из тех сертификатов, это тоже можно, руководство разрешило. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем, и все ссылки на полезные, на нашу группу библиография для небиблиографов я вам даю свой мейл тоже, если вдруг какие-то вопросы будут, и в библиографии для небиблиографов я туда вот по генераторам тоже буду потихонечку выкладывать разную информацию и по тем вопросам, которые мы на вебинарах рассмотрели. Ну и ссылка на курс, на страницу, где можно посмотреть все условия, лендинг, программу, уже более подробно подготовиться, у нас там игры, тренажеры будут, много всего интересного, так что приходите. Валентина, как воспользоваться скидкой при оплате курса? Значит, смотрите, если вы прошли все вебинары, у вас есть 8 сертификатов, вы можете просто мне написать на почту, или указать Ага, Валентин, или указать в заявке, оставить заявку на курс, просто указать, что прошла все 8 вебинаров октябрь-ноябрь. Я посмотрю, у нас же есть статистика, по выдаче сертификатов, все нормально, окей, и вам просто эту скидку менеджера уже приплюсует. И на момент оплаты вам просто уже сумму немножко другую, дам команду менеджеру, и вам просто выставят счет уже с учетом скидки. Либо другой вариант, если вы оплатили, например, сейчас, и потом добрали сертификаты, вы можете эти сертификаты также мне сообщить или прислать, прям иногда просто берут сканы и на почту раз, говорят, а вот у меня все 8 сертификатов есть. И я тогда просто прошу менеджера из суммы оплаты просто учесть или вычесть. Там уже походу разберемся. Лучше сразу, конечно, присылать, либо заявку оставить сейчас, чтобы записаться на курс, а оплату, например, мне там не хватает два сертификата, я их доберу, и тогда я уже проведу оплату. Можно. Самое главное до начала, до 18 числа, до 18 января по оплате закрыть, чтобы нам уже спокойно заниматься. Так что все решаемо. Есть ли какие-то вопросы, сомнения, сразу на почту пишите, и мы уже в индивидуальном порядке разберемся, как быть, потому что ситуации могут быть разные. Вам спасибо, всем спасибо, кто сегодня был с нами, спасибо за ваши вопросы, за внимательное изучение каждого слайда, на самом деле это важно. Человеческий фактор, естественно, никто не отменяет, и не настолько страшно, если мы делаем ошибки, самое главное, чтобы нам их увидеть. Со стороны оно виднее. Вот именно поэтому групповая работа и работа на курсе, она будет в основном идти в таком формате первью. Совместная работа и совместное умение увидеть и исправить. Вот это, наверное, самое главное. Не надо бояться делать ошибки, самое главное, уметь их увидеть у себя или у других, у себя реже мы замечаем, и помочь исправить. Вот в этом, наверное, основная задача библиографа и научного руководителя, и любого человека, который работает вот с этими оформительскими вещами. всем большое спасибо, всем хорошего настроения, Александр Александрович, что грустно, мы же не прощаемся, у нас еще вебинары будут идти, у нас просто завершился один цикл, так что не расстраивайтесь, мы все равно будем встречаться с вами в декабре, то уж точно и даже в январе. Дальше я уйду на курс, но все равно один там вебинар у меня по-моему будет. Так что я здесь, я с вами и я не прощаюсь. Всем большое спасибо, приходите в нашу группу, записывайтесь на курс, пишите на пункт.